Всем привет! Много было запросов на расклад, как решится ситуация, и на двух позициях я делаю сегодня этот расклад. Выбирайте свою позицию, либо смотрите сразу обе, чтобы сложить свой собственный пазл, да, высший пилотаж такого просмотра, когда вы прислушиваетесь к своему внутреннему я, к своему подсознанию, к своей интуиции. Так более правильно, когда вы погруженные в свою ситуацию, ловите информацию, и вы понимаете, что это ваше. Если так вы еще не можете, вы выберите одну позицию, первую или вторую, и смотрите. Но все-таки я рекомендую пробовать именно так, тогда вы и интуицию развиваете, и в ситуациях своих начинаете разбираться самостоятельно. Я надеюсь, что вам хватило времени для того, чтобы определиться с картой, либо с типом просмотра, и я начинаю. Так, позиция номер один. Ваша ситуация, Луна, ну, ваша ситуация, дело ясное, что дело темное, да, так говорят. И запутанно, и непонятно, и страшно, и не зная, что в этой ситуации предпринимать. Вот реально вот здесь хоть волком вой, а пока ничего не происходит. Мои хорошие, по факту здесь знаете как? Что вы со своей стороны тоже ведь приложили усилия для того, чтобы эта ситуация либо ухудшилась, либо она запуталась. Потому что сама женщина здесь показана и в роли башни. То есть сказать, что здесь произошло без вашего участия, что помимо вас, да, велись какие-то интриги, я сказать не могу. Здесь вы были активным, королева Жезлов, да, здесь вы были активным участником. И в том числе тем человеком, который тоже спровоцировал эту ситуацию и ее запустил. Да, неосторожное слово, неосторожное действие, неосторожный вопрос какой-то, да, ультиматум, факты какие-то вы предъявили человеку, либо группились, да, и вот она ситуация вспыхнула. Здесь вы поднесли спичку к бочке с порохом, вот другими словами. И, соответственно, здесь произошел взрыв, да, кто-то не выдержал, кто-то психанул, да, кто-то с вами поругался, с кем-то вы расстались. А что же дальше, да, вот проблема, она здесь нарисована, она показана, вот. Но я попрошу на меня не обижаться, не писать в комментариях, что я ничего не делала, потому что либо это не ваша позиция, либо вы не хотите брать ответственность на себя, что вы тоже были участником и зачинщиком, да, вот данной проблемой. Без вашего ведома здесь, поверьте, ничего не случилось, если вы не ошиблись в своей позиции. Что еще здесь? Ну, а теперь ситуация действительно здесь тупиковая. Сказать, что ситуация разрешится быстро и будет найдено какое-то решение, я вам так, к сожалению, не скажу, потому что здесь нужно хорошо обдумать. И в решении вашей ситуации есть ровно два варианта. И, конечно, как мы говорим зачастую, это либо путь разума, либо путь души, путь сердца. Ни один, ни второй вариант здесь не идеален. И вот как найти компромисс, как их примирить, либо выбрать что-то одно, эти вопросы вам надо решить. Я сейчас выберу две карты, посмотрю, на чем перекрещиваются здесь мечи, да. Вот первый вариант. Здесь получается уйти, все бросить, уехать, переехать, поменять работу, да, расстаться с партнером. Это первый вариант. Второй вариант. Оставить все как есть, да. Ну, вот карты, как говорят, карты гадают, да. Карты здесь говорят сами за себя. Поэтому, что мы будем сейчас делать в этой ситуации? Я не могу вам сказать, что вам в этой ситуации делать, да. И как ситуация решится, она будет в том числе зависеть от вас. В этом раскладе я посмотрю, так как я это делаю на личных консультациях, не принимая решения за человека, но я смотрю, что будет, если так, да, а что будет, если так. Итак, вы уже потом подумайте. Потому что раз женщина инициатор, да, раз женщина здесь непосредственный участник того, что здесь произошло, соответственно, на нее и ложится ответственность, в том числе за решение этой проблемы, да, в том числе за решение этой ситуации. Итак, что будет, если вы ситуацию бросаете, если вы уходите, да, уход от проблем, да, уход к новым берегам, карта. Так, что будет, если вы уходите именно для вас? Самый, вот здесь показано, да, вот самый наилучший вариант, то есть сказать, что вы расстроитесь, опечалитесь и развернете свои стопы назад, будете бежать, спотыкаясь и извиняться и пытаться вернуть ситуацию, я здесь не вижу, да. Со временем вы будете понимать, да, что вам это решение, огорчение, там, эмоции, неприятностей не принесло. Но смотрите, уйдя от этой ситуации, вам ее все равно однажды придется дорешать. Это вынужденная такая мера для того, чтобы переложить во времени принятие решения. Да, я брошу, я уйду, потом как-нибудь разберусь, но я хочу сказать, что это потом оно наступит, да. Единственное, что здесь хорошего добавлю, что здесь это хорошее наступит в более лайтовом варианте, вот не в том смятении, не в том состоянии. Скорее всего, здесь эмоции, да, сейчас преобладают, и поэтому мы не можем здесь рассуждать нормально, здравые решения какие-то принимать. Мы разозлены, там, мы психованы, мы накручены, там, или мы в депрессии находимся. Конечно, в таком состоянии серьезные проблемы не решаются. Поэтому, если вы сейчас просто уходите из этой ситуации и все, не принимая никаких действий со своей стороны, да, вот такое вот бегство, вот, для своего собственного эмоционального и морального благополучия. Да, это благополучие здесь вы получаете, но понимаете, что эта ситуация вернется к вам вновь под новой обложкой в более лайтовом варианте. Ну, что потом делать? А я думаю, будут другие расклады. Ну, вот, имеем, что имеем. Если вы остаетесь в этой ситуации, оставить все как есть, да, до того момента, пока не примется какое-то решение. Поэтому, что здесь вот первый вариант, вот, не принимать никаких решений, убежать. Если вы оставляете все как есть, да, дождаетесь момента, когда принято решение, когда вы договорились с умом и сердцем, либо вы нашли вариант, как примирить именно для себя, то какой результат вы получаете. А договориться вы сможете. Сама с собой здесь. Вы будете понимать, что здесь нужно слушать не свою собственную жалость, не свою душу, не свое сердце. А здесь действительно придется решить, придется прислушиваться к тому, что вам говорит ваш ментал, ваше сознание, ваш разум. Поэтому, если оставите ситуацию, вот, дозревать до конца, вы поймете, что вот здесь не место эмоциям больше, здесь не место душе. Здесь нужно действовать так, как подсказывает мозг, так, как подсказывает вам разум. Слишком много здесь будет пережито, да, вот, оставаясь в этой ситуации, эмоции, они будут продолжаться, да, эмоции такого неприятного характера, десятка мечей. Но, тем не менее, ситуация, опять же, разрешится для вас, и это будет снова ваш шаг, да, что тут шаг, вот, бегство, либо здесь я дожидаюсь какого-то финиша, такого уже финала, все, у меня не хватает уже терпения. Я эту ситуацию решаю, потому что прежде всего здесь, вот, положить конец всем негативным эмоциям, и я нахожу здесь решение. Не о страданиях здесь дальше речь, здесь речь о том, что вы просто берете и заканчиваете ситуацию без дальнейшего продолжения, да. Ситуация для вас решится, если мы говорим о том, что в позитивную или в негативную сторону, здесь такой нейтралитет. Потому что такая ситуация складывается, когда, да, такая ситуация складывается, то действительно приходится действовать жестко, но обдуманно. Принимать ли ситуацию такой, что я убегаю, либо дождаться, когда у вас лопается терпение, и вы ее решаете с плюсом для себя, вы решаете здесь сама. Она решится безусловно, но здесь, как я вижу, видите, два варианта. Либо сразу уйти, либо оставить ситуацию дальше такой, какая она есть, дождаться, когда лопается терпение, и вы говорите, все, я не хочу больше каких-то тайн, я не хочу интриг, я не хочу больше страдать, все. Какое здесь будет принято вами решение, я сказать здесь не могу. Вот, ну, по жезлов, первый шаг, вот, опять же, королева делает, жезловая мать. Вы делаете, и больше, видите, ни о каких компромиссах, ни о каких-то двойных стандартах, ни о каких тайнах, здесь речи больше идти не может. Вы чувствуете здесь себя спокойно, хорошо, обновленной, и ощущение, что я вышла из сложного урока, и я теперь все поняла, и я теперь, я тогда приняла правильное решение, вот, я теперь совсем другая. Вот, мои хорошие, что здесь получается. И я очень уверена, что вам прекрасно подойдет видео «Пророческая неделя новолуния». Как раз новолуния уже вступила в свою силу, оно было в ночь с 6 на 7 сентября, и будет отлично. Если вы посмотрите, потому что там видео как раз вот про решения, я думаю, это будет дополнительная информация для вас. Вот здесь вот подсказочка, может быть, она немножечко раньше, либо вот здесь, да, переходите в всплывающая строка. И вы попадете сразу на то видео, о котором я говорю, я желаю вам удачи, спасибо большое, что вы со мной, спасибо большое, что пишите комментарии, что заходите ко мне на чашечку чая. И те, кто закончил просмотр данного видео, я говорю, до свидания. А мы смотрим позицию номер 2. Итак, какая ситуация сложилась у тех, кто выбрал позицию номер 2? Нечестная игра, и карта тоже, да, что первая здесь карта мутная была. И если вы перешли на второй вариант, я думаю, вы понимаете, да, с чем эта мутность связана. Можно, да, эти две позиции объединить в одну и получить свою собственную индивидуальную, расширенную. Если вы выбрали второй вариант, не поленитесь, посмотрите первую, они могут быть дополняющими друг другу, но просто больше информации, которая поможет вам аккумулировать свои действия для получения более лучшего результата. Нечестная игра, кто-то воспользовался доверием, кто-то воспользовался расположением, тем, что, возможно, вы не знали, не умели, не видели, не предполагали. И эта ситуация не недавняя, не свежая. Это ситуация, которая уже тянется довольно длительное время. И чем больше вы наблюдаете свою ситуацию данную, да, чем больше вы в нее погружаетесь, тем понимаете, что лучше-то не происходит, да. Здесь момент, когда вы уже почувствовали себя вот по горло затянутую в трясину, по горло затянутую в болото, да. Здесь хочется сказать, сколько можно, да. Я тоже хочу задать здесь вопрос, вот сколько здесь можно, когда с человеком здесь поступают таким образом долгое время. Ну и к вам, кто смотрит данный расклад, хочется обратиться и спросить, почему вы так долго терпите. Потому что по умеренности здесь терпению и год, и полтора, и два, и пять, и десять лет. Но ничего не меняется. И ситуация, вот если мы ее смотреть, если ее не решать, да, если не предпринимать никаких действий, она и дальше будет так, да. Она сама по себе не решится. Ну давайте еще смотреть. Ощущение, что вас подставили, да. Ощущение, что вас, что воспользовались. Вы давали деньги, а вам не вернули, да, занимали деньги. Вы кому-то сослужили добрую службу, а взамен вам не то, что спасибо, а еще и виноваты остались. Вы взаимодействовали с мужчиной, а он по итогу повел себя, ну как последняя здесь скотина. Потому что здесь король мечей, это может быть и начальник, это может быть и отец, это руководитель, это коллега, который считает себя выше вас по рамку, по статусу, да. Это может быть и любимый человек, но какой-то здесь он уже такой какой-то отстраненный, здесь холодный. И единственное, что точно здесь могу сказать, что вы пока еще лелеете надежды на то, что еще не все потеряно в этой ситуации. Ну может быть и так. Давайте смотреть дальше. Вот, а пора бы действовать, видите, а не ждать. Ваши возможные действия, которые здесь нам покажут карты, какие они могут быть? Мои хорошие, вот во-первых, чтобы здесь действовать в ситуации, вам не до конца хватает всей информации, чтобы видеть всю картину полностью. Что здесь можно посоветовать? Здесь можно посоветовать с непосредственным участником поговорить. Если он нем, как рыба, ничего не говорит, стараться, помимо его желания и мнения, собрать информацию о нем, у окружения, у тех, кто его знает, те, кто с ним общается, у его там друзей, если нет доступа к друзьям, у его врагов, у его бывших, у его настоящих. Если нет, вот знаете, вот вплоть до того, чтобы провести какое-то свое мини-расследование, а я знаю, что у меня девочки, вот им вот если и менять некоторым профессию, то только на частного детектива. Нароют любую информацию, если захотят. Также здесь у вас. Если вы захотите, вы нароете все, что вам нужно будет для того, чтобы восполнить пробелы, которые у вас имеются. Это как картина из пазлов, в которой вот есть вот куски, не собранные, и вы не можете понять окончательно, что в этой картине изображено, так и у вас. Поэтому те куски пазлов, которые не хватает, вам их еще придется пособирать, прежде чем мы говорим о решении ситуации, с которой вы столкнулись. Что еще здесь? Причем здесь вам не обязательно знать всю подноготную ситуацию. Вот буквально еще немного. Грубо говоря, что если пазл собран наполовину, будет хотя бы наполовину, да, не на три четверти, не еще меньше, а наполовину. Для вас уже это будет основанием того, чтобы увидеть ситуацию довольно-таки точно, да, дорисовать, дофантазировать ее окончательно. И этого будет достаточно. Но у вас даже половина здесь не собрана. Посмотрите, где вы можете получить информацию, подумайте. Есть источники, из которых вы ее можете взять. Что дальше в вашей ситуации? Ну, как вам кажется, что кто-то здесь радуется, да, ручки потирает, а вы здесь плачете на самом деле. Мои хорошие, пока вы плачете здесь, пока вы расстраиваетесь, пока вы переживаете, кто-то на этом либо делает деньги, либо здесь собирает свои эмоции. А в переживаниях, в моменте, что здесь какая-то несправедливость, да, что по отношению к вам поступили подлое, нечестно, вы просто теряете здесь даром времени. Потому что есть люди, которым эта ситуация очень на руку, и люди собирают свои бонусы, да. Вы сидите, бездействуете, да, не зная, как поступить, вот. А кто-то этим пользуется здесь, кому-то эта ситуация на благо. Вот поэтому самое первое, да, что в этой ситуации нужно предпринять, собрать до конца все возможные улики по тому моменту, который вас здесь больше всего волнует, и вы увидите картину, и даже то действие, которое вам нужно хотя бы первое сделать, вы его тоже увидите, вы его тоже поймете. Если вы начинаете действовать сейчас, то это будет вот буквально наобум. Может быть, правильно, и может быть, не ошибетесь, а может быть, неправильно, да, и ситуацию доведете еще до более худшего состояния. Давайте посмотрим. Вы собираете информацию, вы складываете свою картину, складываете свой пазл, и как для вас решится эта ситуация. Действовать вам нужно здесь будет в любом случае. В противном случае оставлять ситуацию такую, какая она есть, все, она уже в болоте, да, и вытащить ее можно только каким-то активным действием. Если вы собираете информацию, у вас появляется примерный план действий, к чему он вас приведет, как решится ваша ситуация. Правильно, очень правильно для вас. Более того, вы этой ситуации будете научены, и это будет на благо вам. Карта Иерафанта – это карта понимания, это карта знаний, это карта мудрости. Так, в любом случае здесь с кем-то придется попрощаться. Поэтому настраиваясь на то, что вы все решите миром, да, и всех участников данной ситуации вы сохраните, это безнадежно, да, это путь в никуда. Что-то в этой ситуации должно быть разрушено. Безусловно, здесь есть какие-то лишние детали, лишние запчасти или лишние участники, которые путаются здесь под ногами, вот, и портят, да, вот все, что здесь происходит. Портят вам нервы, настроение, обстановку разлагают. Поэтому есть моменты, в котором вам придется здесь доразрушить с кем-то отношения. Вот, но единственное, да, у вас должны быть факты, подтверждающие то, что ваше это решение, кого-то там послать, да, на три веселых буквы, они не просто, да, вы психанули, у вас плохое настроение, а у вас действительно есть основания это делать. Точно так же и с работой, да, что если вы пишете жалобу, там, допустим, на директора, на коллегу, у вас должны быть конкретные доказательства того, что это именно так. И да, вы можете испортить настроение, там, с коллегой, со своим, там, или с начальником, но вы будете в этой ситуации правы, да, вот, лишние детали в вашей жизни, элементы, они присутствуют, вот. Ну, это пятая нога у собаки, да, которая будет вам только мешать. В дальнейшем вы будете понимать, что это было абсолютно правильное решение, самое правильное, которое вы могли сделать. Поэтому первонаперво начинайте с того, что вы добираете себе информацию, которая вам, которую, которую заговариваю, спросите, которую вам не хватает. И вот здесь вот в видео вы можете посмотреть две скрытые двери, которые скоро перед вами откроются. Когда мы принимаем какое-то решение, мы всегда должны рассчитывать на то, что нам даются новые возможности. Вот две двери, вы можете одну посмотреть, может быть, можете посмотреть сразу две. Там есть возможность выбора, вот, что скоро откроется для вас. Вот здесь прямоугольничек. С видео нажимайте, переходите, смотрите. И желаю вам всего самого наилучшего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok